Презентатор. Конечно же, в последние годы ультразвук геолегких является одним из тех направлений, которые наиболее новым и интересным в нашей специальности. И очередные прорывы у нас существуют на каждой эпидемии или пандемии. Этими эпидемиями являлись в свое время свиной грипп, эпидемия птичьего гриппа и новая пандемия тоже не стала исключением. В результате этой новой пандемии у нас появилось огромное количество новых протоколов и новых сообщений об интересе к ультразвуку легких. Почему все-таки к ультразвуку легких? Потому что он показывает действительно высокую степень специфичности и чувствительности, особенно в тех ситуациях, и помогает особенно в тех ситуациях, когда КТ недоступна. Почему мы говорим про КТ? Потому что мы сравниваем, КТ является золотым стандартом исследования легких, и ультразвук не исключает выполнение компьютерной томографии. Но, как показывают все данные, высокая степень корреляции между данными, которые получаются на КТ и ультразвуке, позволяет иногда ставить между ними знак равенства. Если мы на КТ видим признак матового стекла, то на УЗИ мы видим ультразвуковые признаки инфильтрации в виде боей линии. Если мы на КТ видим консолидацию, то на ультразвуке мы тоже видим консолидацию. Если видим на УЗИ, на КТ жидкость, на УЗИ тоже будет жидкость. И эти основные паттерны поражения легких, они абсолютно идентичны. Однако, как и в КТ, новая пандемия привела к тому, что мы перешли на количественную оценку. У нас появилась КТ-1, КТ-2, КТ-3, КТ-4, и появилась еще оценка по объему поражения легких, которая тоже на данный момент еще является спорной. В ультразвуке легких тоже возникла необходимость количественного анализа. И возникло большое количество самых разнообразных расчетных вариантов проведения ультразвукового оценка поражения легких. Ну и, честно говоря, мы тоже не стали исключением. Опыт работы с пациентами с новой коронавирусной инфекцией привел к нас созданию нового протокола ультразвуковой оценки. Это только в первую очередь для того, чтобы получить ультразвуковой индекс поражения легких. Данные находятся сейчас перед вами. Мы работаем в 16-зонном протоколе. Это по 8 зон с каждой стороны. В этом протоколе мы оцениваем раздельно ультразвуковой признак инфильтрации и ультразвуковой признак консолидации. Ультразвуковой признак инфильтрации, или его называют интерстициальным признаком поражения B-линий, мы делим на 3 градации. Причем мы постарались выделить такие градации, чтобы их можно было легко и быстро видеть, как говорится, на глаз. Почему? Потому что время исследования ультразвукового сокращено. При обычном исследовании на ультразвуковое исследование легких нужно тратить от 5 до 10 минут, не более того. У нас нет времени уделять часы на ультразвуковое исследование. Такие потери времени для анестезиолога и ренематолога невозможны. Поэтому делим на 3 степени. Первая – мало бы линий, вторая – много бы линий, отдельные линии сливные, три – почти все линии сливные, либо уже формируется вплоть до белого легкого, когда все линии сливаются, и мы видим белую полосу практически перед собой. Консолидация делится также на 3 степени. Объем поражения рассчитывается по толщине слоя практически от поливральной линии. Если у нас участок толщиной менее 1 см – 1 балл, от 1 см до 1 сегмента – 2 балла, сегмент и более – это 3 балла. Тоже достаточно легко и просто увидеть на ультразвуковой картинке. Для чего? Для того, чтобы осматривая пациента, мы в каждой зоне проставляем те признаки, которые мы видим. Видим инфильтрацию – проставляем только инфильтрацию. Видим консолидацию – проставляем только консолидацию. Видим оба признака – устанавливаем оба признака в каждой зоне. Для чего это делается? Для того, чтобы… Перед вами, кстати, одна из реально заполненных карт в ходе исследования пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В ходе этого исследования мы получаем характеристику поражения каждого легкого и общий индекс поражения. И можем с помощью этого индекса мониторно наблюдать пациента. Сегодня было 34, завтра – это 48, послезавтра – 54. Что с пациентом происходит? Пациент ухудшается. И это можно выполнить непосредственно около кровати. Не стану останавливаться долго на самом этом протоколе. Если вы хотите более подробно им поинтересоваться, пожалуйста, у нас на странице «Ультразвука в анестезиологии и герметологии» в Facebook лежит ссылка на YouTube. Там находится сама методика с пошаговым заполнением. Вы сможете ознакомиться и при необходимости даже скачать. Причем имеется возможность скачать даже и карту, с которой мы работаем. Или вышло у нас учебное пособие, в котором тоже наш протокол изложен. Для того, чтобы производить исследования, я сказал, мы поделимся с собственным опытом. У нас было организовано отдельное научное исследование по оценке чувствительности, специфичности ультразвукового исследования легких. По сравнению с чего? По отношению, конечно, к компьютерной томограмме. Мы можем сказать, что диагностировать вообще есть поражение или нет поражения легких с помощью ультразвука можно с высокими цифрами чувствительности и специфичности. Даже если у вас, посмотрите, критерий отсечения, поражен один сегмент, вы это увидите. Причем с чувствительностью 95, специфичностью 85%. Конечно же, никогда ультразвук не достигнет 100% чувствительности и специфичности. Почему? Потому что мы видим немножко разные, мы видим ультразвуковые признаки, те, которые находятся непосредственно под плеврой. Причем какие? Даже мелкие. Вот это вот, посмотрите, консолидация, которая будет оценена с помощью ультразвука в 1 балл. Консолидация объемом где-то 5 мм на 5 мм. На КТ, особенно если это не КТ высокого разрешения, ее не увидят. Эта зона будет оценена просто как инфильтрация зоны матового стекла. Соответственно, у нас будет что? Расхождение. Почему еще? Потому что мы, как я уже сказал, видим те отделы легкие, которые находятся непосредственно под плеврой. И появляющийся ультразвуковой артефакт закрывает все остальные зоны. Вот здесь, посмотрите, небольшая периферическая инфильтрация, кстати, которая была достаточно характерна именно для коронавирусного поражения легких. С дальнейшей воздушной зоной. Но я везде буду видеть ультразвуковой признак B-линии. И то, что там дальше находится воздушная зона, я увидеть не смогу. На КТ здесь будет поражение около 30-40%, а у меня будет практически тотальное поражение легких. Эти особенности нужно всегда иметь в виду. То же самое и здесь. Смотрите, абсолютно противоположная картинка. К плевральной линии прилегает воздушная ткань, и я вижу, вот видите, где у нас написан признак А-линий. А-линий мы видим воздушную ткань, но за воздушной тканью лежит, видите, центральная инфильтрация, инфильтрационное поражение. А я на ультразвуке этого видеть не буду. Почему? Потому что к плевральной линии прилежит воздушная ткань и ультразвуковой артефакт воздуха, который получается от линии соприсновения с воздухом, скроет от меня всю остальную картину. Эти моменты нужно иметь в виду. Есть, конечно же, идеален протокол. Нет, протокол не идеален. Мы столкнулись еще с одним пациентом. Пациент с тотальной консолидацией легких. Я впервые встретил в своей практике, хотя занимаюсь уже ультразвуком легких достаточно давно, такого пациента, у которого легкие были, спавшиеся полностью. Обратите внимание, здесь вот на экране показан комплайнс 0,3-0,5. Минутная вентиляция 0,42. Мы практически вентилируем с дыхательным объемом, видите, там 20 с лишним миллилитров. Мы практически вентилируем только алиолярное мертвое пространство. Не более того. Воздух в легкие не поступает. Мы даже периодически отключали, иногда отключали просто аппарат искусственной вентиляции легких. Пациент находился на ЭКМО, и оксигнация у пациента не менялась. Какие возможности еще ультразвука существуют? Нам стало интересно, конечно же, мы сможем ли с помощью ультразвука оценить не просто, есть или нет поражение легочной ткани, но и получить такую посегментную диагностику. Посегментную с помощью проекции сегментов легких на грудную стенку. Хотя здесь тоже существует достаточно большое количество допущений. Мы посмотрели для того, чтобы получить для себя опыт, посмотрели 388 пациентов, у которых с помощью ЭКТ и с помощью ультразвука оценили, какие сегменты у них были поражены. При сравнении ультразвука и ЭКТ статистических различий выявлено не было. Мы видим примерно одинаковое количество пораженных сегментов и характеристику сегментов как на КТ, так и на ультразвуковой легких. Единственное, конечно же, что нужно иметь? Ну, нужно иметь в виду, что здесь нужен опыт для того, чтобы принимать эти решения. Хотя те же чувствительность и специфичность показала. Если я хочу добиться точности компьютерной томограммы по верификации признака инфильтрации или как-то матового стекла, то для того, чтобы мне более-менее совпадать с данными ЭКТ, должно быть поражено примерно три сегмента. А с консолидацией еще тяжелее, с учетом того, что у нас получается большое количество сегментов, которые раньше выявляются с помощью ультразвука, чем с помощью компьютерной томограммы, должно дойти до появления консолидации до пяти сегментов, чтобы данные ультразвука и ЭКТ начали примерно совпадать. Но мы говорили об ультразвуковом индексе поражения. Хотелось бы, чтобы он отражал в целом состояние ткани, не просто объем поражения, но и насколько тяжелое поражение было у пациентов. 158 пациентов, мы посмотрели индекс, конечно же, на входящем потоке, мы далеко не у всех брали артерию, артериальную кровь, поэтому исследуем индекс СПО2-ФИО2, который в принципе допускается методическими рекомендациями Минздрава. Пациенты находятся перед вами, и это были достаточно тяжело пораженные пациенты, и мы посмотрели, существует ли с этим индексом связь с показателем индекса, ну, скажем так, индекс экзигенации определяем с помощью сатурации крови. СПО2-ФИО2 коэффициента. Связь была выявлена, причем связь была достаточно сильной, и мы посмотрели для того, чтобы для себя примерно определяться, что нам даст этот индекс. Если мы определяем индекс на уровне примерно 44 и более, мы можем говорить о том, что у пациента развивается респираторный дистресс-синдром. Почему? Потому что индекс СПО2-ФИО2, причем у пациентов, находящихся на дыхании воздухом, снижался ниже 315. Эта точка отсечения находится сейчас перед вами. Чувствительность 96, специфичность 78. Заканчивая практически свое выступление, мне бы хотелось сказать словами наших итальянских коллег. О том, что ультразвук на данный момент является самой прорывной инновацией в интенсивной терапии. В первую очередь за счет высокой диагностической ценности при его надлежащем применении. Это одно из ключевых слов. При его надлежащем применении. Все-таки ультразвук, навык ультразвука является практическим манипуляционным навыком. И для того, чтобы освоить практический манипуляционный навык, этим нужно вопросом заниматься. И этому вопросу нужно учиться. Хотя, возможно ли самообразование? Конечно же, возможно. В конце концов, всегда количество переходит в качество. Ну и одним из ключевых аспектов использования ультразвука в нашей специальности является то, что это делать можем мы, не вызывая специалиста-врача ультразвуковой диагностики. Именно в наших руках находится возможность мониторинга состояния легких в отделениях интенсивной терапии. Спасибо большое за внимание.